все что произошло за неделю каждое воскресенье мы собираем в этой студии подводим итоги мировые и внутренние события которые определяют и влияет на нашу жизнь 26 марта самое важное в этой студии иван жданов всем привет и поехали новая ядерная держава беларусь путин отправит ядерное оружие лукашенко разберемся при чем тут британские снаряды из обедненного урана и расскажем как планы путина противоречат договоренности с китаем большой брат приехал глава к нрc диньпин приехал москву получил ли от этой встречи что-то кремль итоги встречи двух диктаторов как китай использует россию согласия путина кто спасал алексея навального после отравления а кто его пытает прямо сейчас имена фамилий и сенсационное интервью с врачом навального в омской больнице все же нужно признать что несмотря на новый статус путина лица в отношении которого в цивилизованных странах выдвинуто обвинение его навестил один из сильнейших мировых лидеров москву прилетел председатель кнрc диньпин не просто прилетел но это еще и был первый визит после переизбрания даже больше не просто после переизбрания а после полного избавления от хоть какого-либо влияния предыдущего лидера китая ху джин тау его в октябре прошлого года просто силой вытащили со съезда коммунистической партии казалось что этот визит изменит все у россии появится союзник который спасет от санкций и начнет поставлять оружие для молниеносной победы над украиной а еще важная тема газ тут же важно помнить что в двадцать первом году россия продавала 185 миллиардов кубов газа двадцать втором уже 100 и предполагается что в европу двадцать третьем году будет поставлено не больше 40 миллиардов кубов но что нам европа у нас же есть китай ура товарищи вы наверняка видели рекламу важнейшего газопровода национальное достояние но поставки по силе сибири это 15 миллиардов кубов несопоставимо мало на фоне европы я уж молчу что строительство этой силы сибири составила больше триллиона рублей аркадий ротенберг так оценил свои услуги вообще не факт что сила сибири что-то зарабатывает поэтому важнейшая тема переговоров по слухам было строительство еще одного газопровода сила сибири 2 и поэтому за приездом си пропаганда следила просто истекая слюной наблюдая даже на флайт радаре как подлетает его самолет на федеральных каналах даже запустили рекламу великих цитат великого с очень небанальными и глубокими цитатами и шикапой и пакуте сколько же тут китайской мудрости вот газета коммерсант в народе просто усмановка даже написала что проходит встреча у и встреча си встречали страны оси шикарно и было все и оркестр и баллы и красавицы и лакея янкера не увидят дмитрия медведева и михаил мишустина ну конечно так себе красавицы да что уж там всю москву заморозили ради того чтобы кортеж сис ветерком проехал по городу и девятибалльные пробки с самого утра и часть города перекрыта и москвичей просят не пользоваться автомобилями не дай бог что-то нарушит покой дорогого гостя сидень пин приехал на три дня и если вы не следили за его визитом то вот очень коротенький пересказ того что произошло дорогой друг рад возможностей стратегическое партнерство партнерство и стратегического взаимодействия партнерства и стратегического взаимодействия как операторический и원 и коллективный запад моимlines и друг другом нашего дорогого друга много лет Все началось с заявления о вечной дружбе. Но даже в этих заявлениях можно рассмотреть, как Путин пытается угодить Си. Вот он поддерживает международные расчеты в юанях, тут же добавляет, что поможет китайскому бизнесу в России и называет Си партнером в освоении Дальнего Востока. Угождать Си Путин представил из своих чиновников. Вот они услужливо выстроились в шеренгу, топчутся на месте, ждут хозяина и дорогого гостя. Песков, Медведев, Шойгу и Набиулина замыкают строй. Среди них не видно Мишустина. У Путина на него другие планы. Мишустин провел отдельную встречу с Си Цзиньпином, где отчитался об успехах российско-китайских отношений. И какой же результат? Результат есть. Попивали чай у камина в путинской квартире. «Пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение. У меня здесь есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, работаю здесь и ночую очень часто. Поэтому мы перебрались туда, сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша». Ну что ж, хорошо проведенное время – это разве не результат? Чай, из какой страны пили, не уточняется. Лучшие чаи, кстати, тайваньские, если что. А других результатов нет. По итогу встречи, Путин и Си подписали 14 документов, два совместных заявления. Но все они – так называемые меморандумы о взаимопонимании. Углубление сотрудничества в области выставочно-ярмарочной деятельности. Северного потока-2 не будет. Блумберг пишет, что Си вовсе отказал Путину в строительстве газопровода. Во-первых, Китай не хочет повторять ошибку Евросоюза и зависеть от одного поставщика. А во-вторых, им просто не нужно столько газа. Видимость крепкой дружбы поддерживали словами об огромном товарообороте – аж 200 миллиардов долларов. Если все и правда так хорошо, а чего же тогда в российском бюджете уже в начале года образовалась огромная дыра? Ну а зачем эта дружба Китаю? Основная вещь версия, что Си пытается создать образ миротворца – эдакого мудрого правителя, способного вразумить Путина. На годовщину вторжения Китай представил свой план мирного урегулирования кризиса в Украине. Да, в Пекине тоже избегают слова «война». В этом плане целых 12 пунктов про все и ни о чем. Составлены они так, чтобы угодить Путину. Например, Китай предлагает России и Украине уважать суверенитет обеих стран. О том, как это осуществить – не сказано ни слова. Во время визита план обсуждался. Путин его вроде как даже осторожно одобрил, сказав, что его можно взять за основу. Но тут же прибавил, что Запад всему мешает. Может, Си прочитался со своими ожиданиями? А может, Китай на самом деле не хочет прекращения войны? Подумайте, Си Цзиньпин тоже любит противопоставлять себя НАТО. Война отвлекает силы альянса, опустошает его резервы. К тому же Китаю выгодно сложившаяся ситуация в России. Сам Си недавно шел на третий срок. В Китае схожая диктатура, отсутствие свободы слова. А война в Украине – это то, что сейчас держит Путина на троне. По крайней мере, Си надеется, что Путин выиграет выборы в 2024 году. Я знаю, что в будущем году в вашей стране произойдут очередные президентские выборы. Благодаря вашим сильным руководствам за последние годы России добились значительных успехов в деле достижения успехов и процветания страны. Уверен, что российский народ сильно вас поддержит, ваших добрых начинаний. Но надо признать, Си ведет себя осторожно. Войну открыто не поддерживает, но ничего не говорит против Путина. Вроде как собирается даже созвониться с Зеленским, правда пока об этом ничего не слышно. И нужно хорошо понимать, что эти переговоры неравны. Китай, очевидно, занимает главенствующую позицию. Это он может диктовать условия. Сегодня покупаем газ, завтра не покупаем. Сегодня изображаем дружбу, а завтра нет. Эдакий старший брат, который решает, что можно, а что нет, и пытается образумить младшего. А вот у Путина выбора мало. И с политической, и с экономической точки зрения визит Си – подарок для репутации Путина. После того, как весь цивилизованный мир от него отвернулся, его приезд – шанс показать, что у России наконец появился нормальный союзник. Но знаете, кто тут внезапно сказал правду? Я вас сейчас удивлю. Сказал Дмитрий Медведев. Как говорится, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. А вот сейчас впервые, ну во всяком случае, лет за 150 мы в одиночестве. У нас есть друзья, союзники, но вот чтобы мы ни с кем не создавали специальный военный альянс, мы впервые в такой ситуации. И это именно такая серьезная проверка. Впервые за 150 лет Россия в одиночестве. Это правда. Никаких военных союзов. Это он уже сказал после отлета Си. Тяжелое похмельное осознание своего одиночества. Дмитрий Медведев, наверное, так сказал, потому что он чувствовал себя особенно обманутым. Ведь он известный любитель гаджетов. На этой неделе Китай объявил о создании уникального гаджета. Дистанционные поцелуи через смартфон. Видимо, Си Цзиньпин не привез ему эту модную штучку. Ему было бы не так одиноко, и он бы мог дистанционно целоваться с любым диктатором. Летать-то теперь опасно. Вообще, напряжение и последующее разочарование было настолько сильным, что даже пропагандисты востоковеды просто обрушивались замертво. То, что в американской армии не мог пойти в один и тот же сортир белые и черные солдаты-офицеры? Или то, что линчевали? Нет, то, что оба хуже, это понятно. Я просто потому, что это разные... Ну, а почему? Америка... Ну, какой генезис? Америка не считала никогда цветом железе. Потому что... Ого! Извините, подождите, не поднимайте так быстро. Врача срочно в студию. Не поднимайте так быстро. Лежите, 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 не вставайте пока. Врача, врача, позовите врача. Это рухнул в оморок профессор-востоковед Андрей Корнеев. Они не учли, что в студии был врач, как он себя называет, доктор Сосновский. Но тут уж лучше к гомеопату, чем к Сосновскому. Но этот востоковед еще не видел репортаж Александра Макашенца про Китай. Тогда бы он точно не очухался. А мы давайте его вместе посмотрим. Мороженое, я думаю, всегда на готове, учитывая то, что Си Цзиньпинь его очень любит. Пока китайский вождь облизывал свое любимое мороженое, российская пропаганда с подвострастием облизывала его и все китайское руководство. Добрососедские отношения, сотрудничество на равных. Слова, чаще всего звучавшие в стенах Останкинских павильонов. Хотя сами телепатриоты отлично понимают, на самом деле в Москву к своему вассалу приехал Большой Феодал, чтобы найти ответ на один вопрос. Группу Стрельникова расстреляли за несколько секунд. Сразу после этого в атаку пошла цепь китайских солдат. С берега их поддерживали артиллерия и минометы. На голом снегу пограничники были хорошей мишенью. Это кадры из документального фильма, посвященного событиям марта 69-го года. Тогда впервые с начала Великой Отечественной советскую границу пересекли агрессоры. Нет, не вооруженные бандиты, не террористы или сепаратисты, а солдаты китайской регулярной армии. Советские пограничники сумеют отразить атаки, не позволив китайским частям закрепиться на острове. Защитники Даманского в двух боевых столкновениях на острове потеряли 58 человек. По мотивам этих событий в городе Дальнереченск откроют мемориал. Тогда у китайцев не получилось забрать остров себе. Руководство КНР и СССР сядут договариваться, чтобы избежать полноценной войны. Но уже в 91-м году китайцы получат свое. По новому пограничному соглашению Даманский был передан соседям. В официальном заявлении говорилось, это жест доброй воли для сближения двух великих народов. Казалось бы, почему пропаганда и лично Путин не паразитируют на этой теме? Ну, вроде советский солдат пролил кровь за свою землю, а предатели Родины в страшные 90-е вот так без боя отдали Даманский врагу. Все просто. Сам Путин в 2004-м совершит куда более щедрый жест доброй воли. Передаст под контроль Китая два острова в Хабаровском крае. Добровольную передачу части островов Большую Сурийский и Тарабарова Китаю местное население тогда встретило очень негативно. Возвращал и укреплял. Вот что делал. Острова эти располагаются в пойме реки Амур. Здесь водятся редкие виды рыб и других животных. Некоторые даже занесены в Красную книгу. В итоге Собиратель земель отдаст соседям почти 350 квадратных километров территории. Разумеется, у местных жителей никто ничего не спрашивал. Россияне, жившие там, просто потеряли свои участки. Г. Геополитика. Они украли нашу землю. Ее у нас нету. Все. Можно крест поставить. Вот и все. Несколько лет люди ждали компенсации, но на днях из Москвы пришел официальный ответ. Денег на эти цели в бюджете не предусмотрено. Российские пропагандисты к этой истории обращаются редко. Но когда вспоминают, звучит примерно следующее. Территориальные споры мы уладили, чтобы можно было строить добрососедские торговые отношения. Помог всем. И купил нефть, и газ, и за нормальные цены, и вооружениями, и материально-техническим обеспечением. И беспрецедентную информационную кампанию провел в своих СМИ и социальных сетях, поддерживающую Россию. И в ООН помог. Везде помог. Реально Китай стал на нашу сторону и до сих пор на ней стоит. На деле же все не так радужно. Сегодня главный символ экономической дружбы России и Китая — газопровод «Сила Сибири». Это совместный проект «Газпрома» и китайских газовиков. Несколько тысяч километров в труднодоступной местности, в условиях вечной мерзлоты и сибирской тайги. Строительство крупнейшей газотранспортной магистрали в истории России, небывалое по своим масштабам и сложностям. Готовить проект начали еще в 2012 году. Пока рабочие рыли ямы и строили эту гигантскую трубу, стоимость проекта взлетела в три раза. Классическая ситуация для российских госкомпаний. Подряды на строительство тогда получили структуры путинских олигархов Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко. В итоге было потрачено больше одного триллиона рублей. Российские чиновники убеждали граждан, что поводов для беспокойства нет. Скоро все окупится. Например, Александр Иванович Медведев, заместитель председателя правления «Газпрома», тогда всех заверял, что китайцы согласились профинансировать часть этого проекта на сумму 25 или даже больше миллиардов долларов. Это было вранье. То есть китайцы ничего такого не обещали. И в строительство этого газопровода они не вложили ни копейки. Линейный кран на границе с Китайской Народной Республикой открыт. Подача газа началась. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый господин Си Цзиньпин, кран открыт, газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики. Еще в 2008 году «Газпром» подготовил документ под названием «Обоснование инвестиций». Разослал его экспертам. И у меня есть экономическая часть этого документа. И там просто говорится, что это не коммерческий проект. Он не окупится даже в течение 30 лет работы газопровода. После 24 февраля Россия начнет газовый шантаж и прекратит поставки газа в Европу. Так наша страна выйдет на первое место по поставкам газа именно в Китай. Только торгует она им в убыток. Это очень просто поделить одно на другое. 4 миллиарда баксов на 15,5 миллиардов кубов. И бинго! Вы получаете цифру 257 долларов за тысячу кубометров. Она будет гораздо красивее смотреться, если ее сравнить со средней ценой газа в Европе. В прошлом году это вот так называемый ТТФ газовый хаб. Биржа, которая торгует на точке поставки в Нидерландах. 1365 долларов. То есть более чем в 5 раз дороже. Причем отдавать газ по дешевке в Кремле собираются еще в больших объемах. Так одна из вывесок встречи Си Цзиньпина с Путиным построим для Китая новую газовую трубу. Новый газопровод силы Сибири-2 через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Прогнуть многоуважаемых партнеров из России Китаю удалось и в вопросе угля. Соседи не просто договорились о низких ценах, но еще и выторговали скидку на доставку. Сегодня транспортировку угля для китайцев частично оплачиваем мы из налогов. А еще Китай любит закупать российский лес. И лес кругляк там продают. Это больше похоже на гуманитарную помощь. Ведь с продажи леса Россия зарабатывает мало. Скажем, в 2021 году доходы бюджета по этой статье составили 73 миллиарда рублей. На секундочку, это всего 0,03%. Но вырубка леса на Дальнем Востоке идет масштабно. И еще с 90-х годов экспорт леса в Поднебесную считается чуть ли не самым криминальным видом бизнеса. Бурятские таможенники вместе с ФСБ России по Республике Бурятии и Бурятской транспортной прокуратурой пресекли попытку вывести древесину за границу. Пиломатериалы хвойных пород из сосны и лиственницы одна из бурятских компаний планировала вывезти в Китай. А недавняя встреча Си и Путина в очередной раз закрепила сотрудничество в этом направлении. Вот сейчас появился перечень документов, подписанных в рамках государственного визита об углублении инвестиционного сотрудничества в области освоения и использования лесных ресурсов. Впрочем, на российском телевидении такие вопросы обсуждать не принято. Это передний край дипломатии великих держав. И мы в Георгиевском зале Кремля. Именно так передний край дипломатии. Китайские журналисты и называют эту встречу в Москве. Куда приятнее рассказать о рекордном товарообороте между Россией и Китаем. Ну мы просто констатировали значительный рост товарооборота. В первую очередь это касается товаров, которые идут из Китая в Россию. Именно империя Си Цзиньпина стала главным торговым партнером нашей страны после масштабных санкций со стороны Запада. Так именно из Поднебесной в Россию везут полупроводники, микросхемы и, конечно, машины. Китай действительно закрыл очень много для нас вопросов. Например, я не так давно приобрел себе китайские автомобили, которые собираются в Туле на заводе. Прекрасные автомобили. Когда санкции впервые ввели, доля китайских автомобилей подросла примерно на 17% за буквально один месяц. При том, что поставки практически не увеличились. То есть доля резко выросла, а количество осталось примерно тем же. Китайские автомобили, они, конечно, постепенно автопромкомпании не выходят на рынок. Немножко наращивают поставки, но в темпах, которые недостаточно для того, чтобы покрыть требования. Да, поэтому за автопромрынком можно наблюдать с горечью. То есть уже сейчас Россия сильно зависит от китайских машин, но сами китайцы не сильно торопятся увеличивать поставки. Видимо, пока им это не выгодно. В Кремле никого растущая зависимость от хитрых соседей не смущает. Наоборот, из раза в раз пропагандисты и лично Путин говорят о готовности пускать на отечественный рынок компании из Поднебесной. Путин также сказал, что Россия готова поддержать китайские компании для замены тех, которые покидают Россию. А стороны и дальше будут поощрять практику взаиморасчетов в собственных валютах. Впрочем, и здесь Китай действует строго в своих интересах. Скупать ресурсы по дешевке? Да. Попробовать стать монополистом на российском рынке техники? Да. Открывать компании на территории ненадежной и нестабильной России? Нет. Когда началась активная фаза полномасштабного вторжения год назад, то было очень много разговоров, что сейчас западные компании уйдут с нашего рынка, и их место займут китайские, которые придут и что-то там построят, купят и так далее. Никто не пришел. Никто не пришел. Это очень важный момент. Ноль китайских инвестиций в Россию за прошедший год. По многим причинам, но ключевая из них в том, что рисков с путинской Россией не оберешься, а каких-то преимуществ нет. Сегодня на российском телевидении о судьбе острова Даманский и других земель, которые уже Путин подарил Китаю, говорят редко. А если вспоминают, то без лишних сожалений. По-философски. Теперь эта территория называется Джейнбао-Дау. В дословном переводе «драгоценный остров». Но для наших участников тех сражений, бойцов легендарных погранзастав «это пять земли» навсегда останется островом Даманский, где много лет назад они победили. Победили и погибли. Вся российско-китайская политика отлично показывает, насколько Путину безразличны все эти суверенитеты, национальные интересы, многополярные миры, о которых он так часто говорит. Ведь, чтобы сохранить власть, он готов присягнуть кому угодно. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и еще пару слов. Путин пригласил Си в конце прошлого года. Но с того момента многое изменилось. Как мы уже сказали, Путин теперь официально разыскиваемый международный преступник. И поговаривали, что Си даже хотел отменить визит. Но он приехал. И в конце даже пригласил Путина в Пекин. К слову, одно из немногих направлений, куда ему с его ордером на арест можно приехать. А в августе этого года Путин приглашен на БРИКС в Южноафрику. Эта страна, в отличие от Китая, признает Международный уголовный суд. И пресс-секретарь президента ЮАР заявил, что республика осознает свои юридические обязанности в связи с ордером на арест Путина. Но не стоит думать, что Путин их правду задержит. Блумберг писал, что ЮАР ищет любые возможности избежать исполнения ордера. МИДИ страны назвали такой вариант маловероятным. Но, по крайней мере, в августе мы узнаем, боится ли Путин своего нового статуса. Вот в прошлом году, еще до ареста Путина, пригласили на саммит G20 в Индии. Уже тогда вместо него поехал Лавров. И что-то мне подсказывает, в этом году история повторится, хотя Индия не обязана выдавать Путина ГААГе. В 23-м Путин также должен отправиться в Таджикистан на форум ШОС. В прошлом году он приехал лично, но теперь его в Таджикистане по закону должны посадить в клетку. Конечно, вряд ли можно на это надеяться, но представьте, какая это головная боль для Кремля. Но некоторые страны все же спешат успокоить. В Венгрии сказали, что арестовывать преступника не будут. Мол, мы хоть римские статуты признаем, но по нашему законодательству выдать Путина ГААГе мы не можем. Когда уж Орбана выкинут из Евросоюза. Кстати, с недавнего времени и визит в Армению опасен для Путина. В пятницу Конституционный суд страны признал римский статут, а значит и ордер на арест становится действующим. Так или иначе, решение остается за стороной, куда решит отправиться Путин. И куда бы и когда бы не полетел Путин, я надеюсь, что когда-нибудь самолет с ним обязательно приземлится в ГААГе. Кстати, надо отметить, что похоже ордер на арест его сильно напугал. Есть доказательства. Вот смотрите, я напомню, что ордер выдан из-за незаконного перемещения детей. И вот на этой неделе 17 детей вернули в Украину. Все, пришли за мной, за мной. Проходи ты за мной. Говорят, что их били палками, бросали в подвалы. Вряд ли это возвращение случилось через неделю после выдачи ордера по чистому совпадению. Просто похоже, что Путин пытается отыграть назад. Но что-то мне подсказывает, что это невозможно. Во вторник, 21 марта, замминистра обороны Великобритании анонсировала поставку Украине танковых снарядов с объединенным ураном. Потому что такие снаряды входят в боекомплект челленджеров, а британцы обещали передать Украине до 28 таких танков. Экипажи из солдат ВСУ уже давно осваивают британские танки. Казалось бы, ну ничего интересного. Но пропаганда услышала слово «Уран» и тут началось. Выступили и Лавров, и Мария Захарова. Естественно, вся пропаганда тут же завыла, что это уже переходит все границы. Красные, зеленые, какие угодно. Начали вспоминать Ирак и Югославию, где подобные снаряды массово применяли американцы. Заговорил и Шойгу, что-то там про ступеньки. Видимо, красные линии все-таки уже закончились и теперь пошли ступеньки. Может быть, в бункер к Путину. Ну и сам Путин, конечно, тоже высказался. Прямо на встрече с китайским диктатором. Сегодня стало известно, что Великобритания устами заместителя главы Министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с объединенным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Давайте я объясню, что это за снаряды-то такие и как в них используется уран. Сразу скажу, они никак не связаны с ядерным оружием, потому что сам по себе обедненный уран не взрывается. Тогда зачем он? Потому что уран это такой плотный металл, который повышает бронебойные свойства, как вольфрам, например. И уже довольно давно уран применяют для изготовления так называемых подкалиберных бронебойных снарядов. Подкалиберный снаряд представляет из себя такой большой металлический дротик. Вот вы его видите, который установлен в легком корпусе. Сделан этот дротик из твердой стали, например, сплава с вольфрамом или обедненным ураном. Уран делает снаряд массивнее, плотнее, тверже. Когда танк стреляет таким снарядом, то корпус или поддон, вот поддон сейчас будет отделяться, вот отделился. И вперед летит только вот этот вот металлический такой ломик. Скорость бешеная, больше полутора тысяч метров в секунду. При этом масса тоже существенная. В случае сечения небольшое, и вот он и входит в броневую сталь, как в масло. Посмотрите на результат пробития. Внутри танка появляются вихри осколков, которые поражают экипаж все механизмы. Современные подкалиберные снаряды могут пробивать броню больше метра толщиной. Немного помогает только самая современная динамическая защита, но у российских танков ее, конечно же, особо и нет. Получается, что такие снаряды безвредны? Не совсем. Уран, даже обедненный, довольно токсичный. И, конечно, радиоактивный. И при попадании по танку снаряд просто крошится. Появляется облако микроскопической пыли, которое оседает, заражает землю, людей, если они вдыхают это облако. Но, конечно, важен масштаб. Американцы в Ираке и Югославии массово применяли снаряды из обедненного урана. Не только танковые. Есть исследования, которые указывают на серьезные последствия этого, например, заболевания, онкологические. Но в то же время есть и другие научные работы, которые прямую связь такого оружия с онкологией не нашли. У МАГАТЭ с 2002 года есть консенсус в том, что снаряды из обедненного урана не представляют значимой угрозы для организма. И давайте не забывать еще один момент. Подкалиберные снаряды, что из обедненного урана, что без него, нужны только для одного, для уничтожения танков. Нет смысла стрелять из него по укреплениям или легким машинам, только по мощным танкам с тяжелой броней. А танковые дуэли на поле боя сейчас крайняя редкость. То есть даже имея в боекомплекте такие снаряды, украинские танкисты, может, до конца войны их и не выстрелят никогда. Я уж не говорю о том, что британские снаряды подходят только к танку Challenger, а их обещали всего 28 штук поставить. Но зато такие мощные подкалиберы могут стать неким тузом в рукаве для танкистов ВСУ, когда они встретят танк Т-90, например. Вот тут и зарядят специальный снаряд, выстрелят разок-другой, уничтожат танк. А сильно ли загрязнится природа от двух выстрелов? Похоже, что не очень. Вот война каждый день убивает украинцев, солдат и мирных граждан. Война разрушает экологию Украины, ее землю, воду, воздух. Если снаряды с обедненным ураном помогут закончить войну быстрее, то польза явно перекроет весь возможный вред. Лучше всех российской пропаганде ответил представитель Госдепартамента и Пентагона Джон Кирби. Действительно, вывод российских войск с территории Украины сразу решит многие проблемы. Не нужно будет не только о снарядах с ураном думать, но и о том, как прокормить и одеть солдат. Не нужно будет бояться хаймерсов и другого натовского оружия. И тут внезапная мысль. Возможно, кто-то подумал, вот ведь какие страны НАТО плохие делают такие вредные снаряды. Так и верите, Россия тоже делает. Потому что без вольфрама и урана действительно мощный противотанковый снаряд сделать куда сложнее. Еще в Советском Союзе разрабатывались снаряды под названием «Свинец», а в России производится уже «Свинец-2». Об этом без стеснения пишут и РИА Новости, и «Коммерсант». Более того, такие снаряды уже нашлись в Украине, правда, в небольшом количестве. А вот Путин, похоже, не знает, что эти снаряды уже в войсках. Или сознательно лжет, как лжет про то, что их сотни тысяч. Они, конечно, не относятся к разряду оружия массового поражения, это правда. Но сердечники снарядов с объединенным ураном, там, может быть, разный материал использован. Он используется в бронебойных целях. Он все-таки так или иначе порождает так называемую радиационную пыль. И в этом смысле он, конечно, относится к оружию наиболее опасного характера. Должен сказать, что у России, конечно, есть чем ответить. У нас без преувеличения сотни тысяч, именно сотни тысяч таких снарядов. Мы их пока не применяем. Получается, что Путин буквально сказал следующее. Ох, Великобритания такая плохая, обещает поставить такие опасные снаряды. Кстати, у нас они тоже есть. Сотни тысяч штук. При этом Путин сам уточнил, что это не оружие массового поражения. Но затем добавил, что ведь ядерный компонент там все-таки есть. А значит, что? Ответим ядерной дубиной. Кстати говоря, что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, с Белоруссией. Это, ну, просто поводом послужило, наверное, заявление замминистра обороны Великобритании, что не собираются поставлять снаряды на Украину с объединенным ураном. Ну, повторяю, это так или иначе связано с ядерными технологиями. Это очевидная вещь. Но даже вне контекста вот этих событий, этого заявления, Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. Вот интересно получается. Размещение в Белоруссии ядерного оружия – это как бы ответ на заявление Великобритании, которое было на этой неделе. Но готовиться к нему начали сильно заранее. Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты, самолеты белорусских ВВС. Десять самолетов готовы для применения такого типа оружия. Первое. Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс «Искандер». И он тоже может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. А в конце Путин прямо признался. Мы уже строим хранилища для ядерного оружия. К первому июля будет все готово. То есть задумывалось все давно, может быть даже еще до начала вторжения. Подобные хранилища строить не так просто. Кстати, интересно, как на все это посмотрит СИ. Ведь они буквально только что вместе с Путиным опубликовали совместное заявление о том, что ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами своих национальных территорий. Получается, Путин прям обманул лидера Китая. 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Так что все, что президент Беларуси просил, все вопросы, которые он в этой связи ставил, они реализуются и все наши договоренности состоятся в самый ближайший время. И при этом формально Беларусь как страна ядерное оружие не получит. Оно будет в руках российских военных на территории государства. Конечно же, народ Беларуси никто не спросил, нужно ли им это. А вот диктатор Лукашенко, захвативший власть, точно не будет против. Ведь в случае протестов теперь Путин сможет, например, сразу вводить войска под предлогом защиты ядерного оружия. Теперь понятно, зачем был весь этот ажиотаж вокруг британских бронебойных снарядов. Чтобы подготовить почву к вот этому выступлению Путина. И как мы видим, у него был запас по времени до 1 июля. А вот тут предлог нашелся. Лукашенко просил ядерное оружие еще 30 ноября 2021 года. А в феврале, еще до начала вторжения, он даже изменил конституционную норму ради этого. Но говорил Путин не только про ядерное оружие, но и, например, про Северный поток. Путин верит в безумные теории журналиста Херша, который последние десятилетия выдает одну конспирологическую идею за другой. Не удивлюсь, если это он продвигал тему с обвинением американских спецслужб прямо за деньги Путина. Но мог и сам придумать, конечно. Но как никогда вовремя, буквально вчера же, немецкое издание T-Online опубликовало большое расследование журналистов и аналитика Оливера Александера. Они изучили спутниковые снимки, данные трекеров и обнаружили 6 кораблей российского флота, которые могли организовать подрыв. Чтобы прикрыть их, Балтийский флот организовал учения, но эти корабли, среди которых спасательное судно с подводной лодкой и буксиры с кранами, в самих учениях не принимали участие. Суда побывали в районе будущего взрыва в период между 21 и 24 сентября, а сам взрыв произошел 26-го. Они подозрительно выключали трекеры и включали их обратно лишь на короткое время, явно пытаясь избежать слежки. В общем, как обычно, самое простое решение оказывается верным. Путину подрыв северного потока был выгоден. А теперь есть довольно хорошие улики, указывающие на то, что взрыв организовал все-таки российский флот. Так что, похоже, окончательная правда всплывет гораздо раньше, чем потонет сам Путин. Зачем выключали и включали трекеры, непонятно. Ведь американцы все равно отлично ориентируются по спутнику. Вот на этой неделе известная артистка, сторонница Путина Мария Шукшина раскрыла подлый американский заговор. Говорит, что ковид – это американская военно-инфекционная спецоперация. И вместе с вакциной «Спутник Ви» вкалывали чип с координатами для ударов из хаймарсов по казармам и мирному населению. И если с Шукшиной непонятно, правда это или просто очень правдоподобный, похожий на нее вброс, то вот что точно очевидно, что у Путина нет такого супероружия с точными координатами. Вот манерный пропагандист федерального телевидения удивляется, почему западное оружие доходит до линии фронта. Те же танки, они же ведь до линии боевого соприкосновения как-то доезжают. Почему они доезжают? Что-то удается сделать нашим военным, а что-то нет. Перевозят скрытно, по ночам. Но что-то удается достать. То, что удается, достает. А оказывается все просто. Ночью возят, а ночью спутники просто спят. Ядерное оружие? Конечно, это звучит страшно. Но я хочу вам рассказать немного про другое, про более страшную вещь. Сейчас, конечно, реальную опасность на войне представляет самое обычное оружие. Война не кино в стиле постапокалипсиса, ежедневной смерти. И не зрелищные, даже будничные в каком-то смысле, но оттого еще более ужасные. Вот, посмотрите на эти кадры. 23 июня 1922 года. Это снято под Изюмом. Российские военные просто стреляют по машине с гражданскими. И таких историй много. Но у этой оказался хороший конец, и спасение случилось очень необычным образом. Людей, которые находились в машине, спасли с помощью дрона. Про это в Украине даже сняли небольшой документальный фильм на основании кадров с того самого коптера. Его оператор увидел машину с гражданскими и отправил к ним дрон с запиской, чтобы вывезти в безопасное место. Вот такая вышла в мене фраза, яка вот так за дроном просто летела. И мы спустились снова на 20 метров. У меня за спиной на экране эти люди. Это Валерия Пономарева и Андрей Богомаз. Муж и жена. Они ехали в Бахмут из Харькова, чтобы эвакуировать родных, и попали под обстрел. Жена пошла вслед за дроном, чтобы привезти раненому мужу подмогу. Квадрокоптер провел ее мимо расставленных мин в укрытие. Вот в этот самый момент на видео, когда она идет вслед за дроном, она понятия не имеет, увидит ли еще когда-нибудь своего мужа, выживет ли сама. Ну просто представьте, каково это. Вернуться не удалось, но Андрей смог выжить. Он 30 часов пролежал в траншеи и все-таки вышел к своим. Полиция Харьковской области расследовала это дело. По ее данным, российские военные устроили на дороге что-то вроде тира и просто палили по проезжающим машинам. Нашелся и конкретный подозреваемый. Старший лейтенант Клим Кержаев, командир роты из 15-го мотострелкового полка. Его личность удалось установить благодаря вот этому перехвату разговора. Вот они на фото. Клим Кержаев и его жена Анастасия. Люди, которые разговаривают на этой записи. Живут в Коврове Владимирской области, где, кстати, Навально отбывает наказание. В прошлой осени у них родился сын. Журналисты медиазоны смогли им дозвониться и услышали те же самые голоса, что и в перехвате. Конечно, оба ушли в отрицание, начали придумывать что-то, закрыли свои соцсети. Но, судя по всему, это действительно именно они. Я хочу сказать, что, конечно, меня этот разговор поразил до глубины души. Я убил человека? Положи деньги, пожалуйста, на телефон. Такой разговор, я думаю, что услышать может каждый в России, потому что, ну, он просто банальный. Но там убивают человека. И мне кажется, что вот это оружие, оружие банальности зла, оно даже гораздо опаснее, чем ядерное оружие. И его все больше. Вот, например, по новым законам называть вагнеровцев преступниками и негодяями нельзя. И я обязательно напомню вам поэтому, что вот бывший боец ЧВК Вагнера, самый что ни на есть мерзотный преступник и негодяй, вот он, Дмитрий Донцу, убил свою маму в пьяном угаре, нанеся ей 86 ударов. Его осудили на 13 лет лишения свободы. Но потом его нашел Пригожин, забрал на войну, как и обещал, вернул, но уже в цинковом гробу. И всем бы забыть этого Дмитрия. Но нет, теперь в Пенском крае из него лепят героя. Собирает деньги на мемориальную доску. Он там такой не один, целый список погибших на войне. Деньги на увековечение памяти убийцы своей мамы. В том числе собирает НКО, мать защитника Отечества. Вот такая страшная ирония. И это, конечно, гораздо опаснее, гораздо более массовое, чем самое массовое ядерное оружие. Владимирские медики обратились к Путину и губернатору Авдееву, потому что им урезали зарплаты. Вот их письмо. Это знакомая многим врачам история. Нехватка бригад, скорой помощи, отсюда переработки, зарплаты меньше, чем должны быть за ставку. Водителям урезали 3,5 тысячи рублей, медсестрам и фельдшерам от 11 до 20 тысяч. Врачи потеряли еще больше. Под письмом подписи 100 работников станции скорой помощи. Путин за месяц врачам так и не ответил, хотя они прямо указывают ему на неисполнение его же майских указов. Владимирский губернатор тоже долго молчал, ждал заседания коллегии Минздрава и уже там разразился отповедью. Говорит, что люди требуют свою зарплату, а значит преследуют корыстный личный интерес. Нужно за моральной обстановкой следить. Прямо так по чиновнище говорит, держать моральную ситуацию на контроле. А всего полгода назад он обещал новое медицинское оборудование, благодарил и награждал владимирских врачей. Но не за лечение жителей Владимира, а тех, кто уезжает в ДНР. Глава региона Александр Авдеев поблагодарил медиков за работу. Он отметил неоценимый труд владимирских врачей. Им вручили благодарственные письма от администрации региона и города Докучаевска. Александр Авдеев отметил, Владимирская область продолжит гуманитарную миссию в ДНР. На Донбасс уже выехала другая бригада медиков. Кроме того, 33 регион направит в больницы Докучаевска необходимое медицинское оборудование. Не платят не только врачам, но и военным. По крайней мере, в 52 регионах зарплаты военных в разы меньше тех сумм, что им обещали. Или вообще задерживают выплаты месяцами. Вот издание Верска проанализировало посты в соцсетях, где об этом пишут сами военные и их родственники. И как тут не вспомнить? На послание Федеральному собранию Путин обещал, что вопросы, в том числе с денежным удовольствием, будут решены. Сегодня вместе переносят тяготы фронта кадровые военнослужащие, мобилизованные и добровольцы. Речь о снабжении и оснащении, о денежном удовольствии и страховых выплатах в связи с ранением, о медицинской помощи. Однако обращения, которые поступают и ко мне, и к губернаторам, мне они тоже об этом докладывают, в органы военной прокуратуры, к уполномоченному по правам человека, говорят о том, что далеко не все эти вопросы еще решены. Необходимо разбираться в каждом конкретном случае. С невыплатами сталкиваются и контрактники, и мобилизованные, и добровольцы. Я надеюсь, кому-то из них это откроет глаза на реальное отношение государства к ним. Или они хотя бы откажутся воевать бесплатно. Это приблизит окончание войны. В отличие от владимирских врачей, у меня нет сочувствия к военным, которым не платят. Но говоря об этом, нужно помнить, кто главный злодей не только для Украины, но и для России. Это Путин. О том, что Путин кидает военных, говорить важно, потому что мобилизация продолжается. Вот, например, в Перми повестки бросают в почтовый ящик вместе с направлениями к терапевту. А в Твери военкомату спущен план полторы тысячи повесток. И на предстоящей неделе будут обзванивать мужчин и агитировать заключить контракт. В Новосибирске местный канал показывает рекламу ЧВК «Вагнер». Не нужно вестись ни на ложный пафос о якобы защите Родины, ни на обещание большей зарплаты, ни на романтизацию войны и смерти. Избегайте повесток и не участвуйте в войне. Все мы знаем библейскую историю о том, как Моисей раздвинул воды и прошел посуху. Похоже, что одному ФСБшнику эти лавры не дают покоя. Правда, воды он обычно пересекает на дорогостоящей яхте, но управлять все-таки хочется. В городе Салихарт Ямало-Ненецкого автономного округа была река Шайтанка. А теперь ее переименовали в Преображенку, потому что Гундяеву такое название не понравилось. Там ведь еще Сабур на берегу. Местные жители были против, но кто их спрашивать будет? Кстати, рек Шайтанок в России еще очень много. Как говорится, все не переименуешь. И еще смешная история из Рязани. Там тоже переименовали, но улицы. Была первая и вторая безбожные, а стали первой и второй вокзальным проездом. Тоже по требованию активистов РПЦ, Союза Православных Женщин. То, что в стране на убой отправляют мужчин, то, что тысячи украинцев, тоже православные, погибают на войне, это все не важно для них. Зато вот улицы переименовали. Без этого никак. А вот в селе Воскресенское, недалеко от Калуги, можно переименовать одновременно и улицу, и речку. Потому что каждый раз во время паводков или дождей эту улицу затапливает. А ведь село это коттеджный поселок. На сайте пишут, как там все замечательно. И вообще, Воскресенское это уникальный город-спутник Калуги. Венеция больше не в моде. И, похоже, это надолго. Ведь решать проблемы со стоками воды никто не собирается. За три дня до вторжения, когда мысль о возможности большой войны еще многим казалась безумной, Путин угрожал Украине настоящей декоммунизацией. Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами. Включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, которые буквально втиснули в состав Украины. А сейчас благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизация называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Но если Путин говорит одно, значит делает прямо противоположное. И путинские наместники стали возвращать советские названия захваченным городам. Пушилин обещает переименовать уничтоженный Бахмут обратно в Артемовск. Оккупанты и пропаганда называют Лиман советским названием Красный Лиман. Днепр в Днепропетровском. И подобных примеров еще очень много. Но коммунизация по-путински не ограничивается переименованиями городов. На правительственных совещаниях теперь читают телеграммы Сталина. Я вам сейчас зачитаю одну телеграмму. Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Точка. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали. Иосиф Сталин. Очень смешно, конечно, видеть, как этот любитель тосканских вин и яхт мнит себя этаким маршалом Победы, а то и самим генералиссимусом. С недавних пор он стал носить френч, и скоро мы обязательно увидим его в кирзовых сапогах. Но вот реальность, она другая. На этой неделе прошли обыски дома у девяти членов мемориала и в офисе организации. Очень символичная фотография. Силовики в масках с пилой, кувалдой против главной организации, которая хранит память о политических репрессиях. И вот такие красноречивые фотографии после обысков погромов. Мемориальцев обвиняют в реабилитации нацизма на том основании, что в базе с тремя миллионами жертв советских репрессий есть имена трех человек, которые сами могли быть причастны к таким преступлениям. Это обнаружилось еще в 21-м году, и мемориал признал ошибку. Думаю, всем очевидно, что реальные причины давления на мемориал совсем иные. А мы поговорили об отношении Путина к истории с любимой вами и нами тоже Тамарой Эйдельман. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, в декабре 21-го года на строительстве Совета по правам человека Путин заявил, что мемориал является одним из важнейших хранителей памяти о жертвах политических репрессий. А в декабре 22-го он сказал, что репрессия – это важная и тяжелая часть нашей истории, которую нужно увековечить, а не замалчивать. Так почему же сейчас власть громит мемориал и преследует сотрудников? Ну, мне кажется, странно удивляться тому, что Путин сегодня говорит одно, завтра другое. И главное, что когда он от чего-то говорит, потом делает совершенно другое. В общем, это настолько, по-моему, уже пронизывает всю созданную им систему, что, ну, просто как, знаете, вот если он говорит, что что-то хорошо, значит, сразу надо подумать, что, скорее всего, это плохо. Вот так же и здесь хвалит мемориал, ой-ой-ой, что будет дальше. Ясно, что мемориал ему чужд просто по-физнически, не знаю, морально, по-всякому. А и про Россию все больше становится похоже на советские. В этом свете могут ли исследования и публикации на тему советского прошлого сформировать у нашего общества отношение к настоящему? Конечно. Ну, наверное, не так вот просто, что, ой, прочитал там про Сталина, что Сталина хвалят, и тут же Путина полюбил, или наоборот. Но то, что было в нашем прошлом, это еще не проработанная травма. Это то, что наше общество, к сожалению, не осмыслило, не продумало, не искупило. И как это не дико звучит, но вот то, что происходит сегодня, казалось бы, агрессия в Украину совершенно не связана с тем прошлым. Это разные вещи. Но на самом деле одно вытекает из другого. Потому что в сталинские времена было ощущение, что человек ничего не значит. И теперь вот это то же самое. Было ощущение, что можно жертвовать человеком, любым или там миллионами людей, ради целей государства. Ну, вот теперь происходит примерно то же самое. В сталинские времена создавалась и укреплялась, ну, расширялась, скажем так, и укреплялась Советская империя. Теперь это то, что Путин пытается сделать. То есть вот связь есть теснейшая на самых разных уровнях. И если с тем прошлым не разобраться, то всегда будет риск, что повторится сегодняшний ужас. А скажите, пожалуйста, в годы Путина так было изначально? Или была какая-то точка, с какой начались ассоциации с Советским Союзом? И вот то самое единение нации и общества с ничего не значащим человеком как личностью, как вы считаете? Вы знаете, очень трудно про это сказать, потому что, конечно, это шло постепенно. Ну, иногда говорят, что всё началось со старых песен о главном. И ещё тогда, когда всё это вот выходило, выходила эта передача, то были люди, которые говорили, а, вот он реабилитирует там Советский Союз. Хотя вот я с этим не согласна совершенно, потому что, ну, это было как раз прошлое людей. Ну, я не знаю, у меня вот не было тогда, по крайней мере, ощущения, что это уже реабилитация каких-то ужасных вещей. Но вот в путинскую эпоху начались, ну, вот если мы говорим о культуре, начались потихонечку какие-то вот сериалы, где хорошие смершевцы, добрые, не знаю, там. Сериал «Ликвидация», такой интересный, такой классный, который вся Россия смотрела, да и не только Россия смотрела. Да, я вот сейчас готовила лекцию о маршале Жукове и посмотрела сериал «Ликвидация». И там в последней серии из леса выходят какие-то совершенно карикатурные, ну, там нет слова «бандеровцы», ну, вот какие-то, в башеванках, бурнет полный. Вот, то есть какие-то были такие маленькие штучки, маленькие, из которых складывалась мозаика. А потом, в 14-м году, конечно, это вылез наружу со страшной силой. И так и хочется сказать вдруг, но на самом деле это было, конечно, совсем не вдруг, потому что вот шло-шло-шло, я думаю, что все эти годы шло. А подготовка к этому апогею была осознанной или оно само так получилось? Нет, ну, понимаете как? Конечно, осознанной. Это не значит, что все, кто снимали там какой-нибудь сериал про войну, осознанно работали на пропаганду. Но то, что это, скажем, сверху шло вполне осознанно, вот это вот воспевание, даже, может быть, сначала не империя, о воспевании сильной власти, воспевании государственного могущества. А дальше кто-то более или менее осознанно подхватывал. Есть два мнения о личности Путина. Одни называют его оппортунистом, то есть человеком без глядов. Другие считают, что он помешан на геополитике и истории, да и сам тоже мечтает войти в учебники. А вот лично вы каким его видите? Вы знаете, мне кажется, одно не противоречит другому. То есть я не верю, что... Ну, естественно, это все предположение. Я не верю, что у него есть какая-то вот система идеологических взглядов, в которой он верен. Откуда она у него вообще могла взяться? Его идеология – это собственная власть, собственная нажива. Вот этому он верен. И для этого ему нужна геополитика и все остальное. Вот мне кажется так. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Ну и вот еще. Продолжается также суд над Лилией Чанышевой. И у обвинения не все гладко. Но сначала давайте посмотрим, как Лилию доставляли на последнее заседание суда. Лилия Чанышева. Мы тебя любим. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо за поддержку. Спасибо за поддержку. Лилия Чанышева. Она видна. И сама Чанышева вызывает просто восхищение. На допросе в зале суда свидетель обвинения выступила в защиту Лилии. Сказала, что считает ее политическую деятельность во главе Уфимского штаба законной. И рассказала, как ее пытался завербовать Эшник. И что на этапе следствия она подписала показания против Лилии под угрозой только. Под угрозой уголовного преследования. А потом сразу же предупредила об этом саму Лилию. Суд идет закрытый. И нет видео из зала суда. И только комментарий адвоката, который вынужден быть крайне осторожен из-за закрытости процесса. Но была свидетель. Разрыдалась она, когда ее гособвинитель допрашивал. Потому что вспомнилось, видимо ей, как на нее давление оказывалось на предварительном следствии. Незаконное. Рассказала она о том, что она подвергалась сильному психологическому воздействию, давлению. Вот для этого и закрывают суда по политическим делам. Чтобы люди не видели огромные преступные зайчи уши, торчащие из этих дел. Что реальные преступники по другую сторону решетки, чем обвиняемые. Вот сейчас же в Барнауле начался суд над нашим бывшим координатором Вадимом Останиным. Его тоже обвиняют в создании экстремистского сообщества. И с марта прошлого года он сидит в СИЗО. За первые три дня суд изучил 20 томов дела. Допросил целый ряд свидетелей. И очевидно, что они просто очень спешат вынести приговор. А значит, этим делам, конечно же, нужна максимальная огласка. Алексей Навальный опять в ШИЗО. На 15 суток попал. На этот раз потому, что неправильно представился. И это уже двенадцатый раз, когда его сажают в штрафной изолятор. В общей сложности у Алексея накопилось 128 дней в ШИЗО. Он, конечно, будет оспаривать свой новый срок в суде. Но результат вы и сами понимаете. На этой неделе было несколько судебных заседаний по искам Навального колонии. Например, по поводу качества питьевой воды. Алексей спрашивает, почему в ПКТ из крана течет такая вода, как будто в водопроводе умерла собака. А в ответ приносят бумажку о том, что в варочном цеху вода нормальная. Хотя это вообще другое место. Или вот еще один иск о цензуре. Навальный хочет подать заявление в Следственный комитет по поводу пыток в своей колонии и по поводу Пригожина, который там занимается вербовкой. Адвокат несколько раз пытался передать письмо ему на подпись. Но цензор это письмо всякий раз уничтожает. Потому что там шифры. Набор латинских букв и цифр. Знаете, что она называет шифр? Ссылку на сайт, напечатанный на бумаге. И судья Ирина Ким не увидела в этом ничего странного. И этот иск отклонила, как и предыдущие. Судья Ким и другие участники процессов над Алексеем безусловно преступники. Мы считаем, что люди должны знать их имена. Мы их называли в недавнем расследовании на Навальный Live. Помимо судей это, например, Алексей Гиричев, бывший начальник управления в СИН по Владимирской области, где сидит Навальный. И сейчас Путин его повысил до замглавы всей Федеральной службы исполнения наказания. А еще в этом расследовании мы рассказываем, что руководство колоний не только истязает заключенных, но и банально обворовывает. Там закупают продукты по завышенным ценам. Может быть, вы помните, как глава Росгвардии воровал на луке и капусте. Вот тут точности такой же случай. Важно не забывать, что Алексея преследует не абстрактная система, а конкретные люди, которые принимают незаконные решения. И такие люди есть везде, на любом уровне. У каждого есть выбор, становиться или не становиться под лицом. Вот в Медузе на этой неделе расследование вышло, вернее интервью с Александром Полупаном, врачом, который приехал в Омскую клинику, когда Навального привезли туда после отравления новичком. И он рассказал, что в то время, как одни люди фактически спасали Алексея жизнь, другие пытались его убить. Я напомню, что тогда происходило. Алексея собирались перевезти в Берлинскую клинику. Все было готово к его транспортировке. Как вдруг руководство клиники резко стало сдавать назад. Стало рассказывать, что он нетранспортабелен. Александр в своем рассказе подтвердил, что это решение не имело никакого отношения к медицине. Просто сверху поступил приказ. После этого интервью Владимир Соловьев у себя на шоу уже начал угрожать даже Полупану. Сейчас вдруг внезапно обозначился доктор, который принимал участие якобы в реабилитации господина Навального. Вдруг ниоткуда появился этот доктор, который вдруг начинает заново переворачивать всю историю Навального. Александр в начале этого года стал одним из инициаторов открытого письма врачей, которые требовали оказать Навальному в колонии медицинскую помощь. Я, конечно, благодарен ему за это, что он согласился с нами поговорить, чтобы вы могли из первых уст услышать о тогдашних событиях в Омске. Вы уже рассказывали о том, Медузе, но, пожалуйста, опишите вкратце для наших слушателей, как развивались события в Омске и в какой момент потребовалось признать Алексея Навального нетранспортабельным. Я в целом Медузе все рассказал, то, что я знаю и видел. Но ситуация была такая, что я там оказался по просьбе Леонида Волокова с просьбой помочь в организации транспортировки Алексея Навального в Германию и оценить его транспортабельность. И в какой-то момент, когда, вроде бы, уже планировали начать транспортировку первоначально, то изражений не было. Я думаю, что по разным каналам, по линии Медрау, включая информацию о том, что транспортировать его нельзя, по крайней мере, пока не будет исключено отравление. На ваш взгляд, что было бы с Алексеем, если бы его в итоге не отвезли в Шерейте, а оставили в Омской клинике? Ну, с достаточно большой долей вероятности, он мог бы погибнуть уже не столько от самого отравления, сколько от вторичных осложнений, в первую очередь от инфекционных. Если мы вспомним, что пишет журнал «Ланцет», то когда он был в клинику в Шерейте, у него уже была бактеремия вызвана достаточно резистентной флорой. Но, в целом, санитарные условия в том отделении, в котором он находится. Например, обычно отделение – это токсическая реанимация, когда, в основном, наркоманы, алкоголики и так далее поступают. Что не самое лучшее, но под условиями асептики, что там риск вторичной инфекции был крайне высок, а уступы для обесплатного лечения в том числе в Самаре было, естественно, гораздо меньше, чем в Германии. А скажите мне, пожалуйста, в какой момент вы поняли, что РАЕЧ может идти именно об отравлении новичком? К моему следу от УТН, когда я находился в Умске, вообще про новичок, чего вы не знали. То, что это могут быть органы фосфата, эта мысль возникла сразу, и у меня, и у других коллег. Это было не очень понятно, как такое возможно, потому что в нашем таком бытовом представлении органы фосфата – это яд, который, во-первых, действует быстро, и все думали, что он выпил чай, и то, что бы просто не дошел до самолета, если бы туда что-то было добавлено. А во-вторых, если бы предположить, что отравление произошло на карту самолета, то это было бы в нашем представлении, из тех знаний, которые у нас были, фактически невозможно, чтобы страдал только один человек. А то, что это новичок, я помню, когда уже вернулся из Умска, полез в Пагмет читать все, что известно про органы фосфата, нашел там информацию про разные виды новичка, в принципе, стало понятно, какое технически возможно сделать. А лично для вас какие были последствия этой ситуации? Мы знаем, что за вами велась слежка. Как это было? Можете описать? Нет, ну слушайте, я бы не сказал, что за мной велась слежка, я думаю, что это был какой-то стандартный протокол, то, что всех участников контилиума как-то проверяли из того, что я заметил то, что меня через пару дней после возвращения из Умска начали взламывать мессенджера, там проходили такие смс с паролями для входа, плюс они там ошиблись и сами мне какую-то смс по ошибке мне прислали. То есть они, видимо, не взяли смс с паролем, там, не помню, от одного фейсбука или от чего-то. Прислали, вот надо ввести этот пароль для смены пароля. И, по всей видимости, зашли в Яндекс-аккаунт со своего девайса, забыли выйти. Мне приходили уведомления, что кто-то ездит на такси с моего аккаунта. Я тогда сначала подумал, что мошенники, даже там писал предзаявление по полиции. Но потом я когда посмотрел маршруты, стало понятно, что это кто-то из чиновников ведомства есть. А скажите, пожалуйста, считаете ли вы врачей в Омске соучастниками этого преступления? Или, по вашему мнению, наоборот, они спасли жизнь Алексею в тот момент? Ну, то, что касается реаниматологов, я считаю, что они молодцы. И, в целом, они сделали всю возможность для того, чтобы спасти их в жизни. Мы быстро перевели меня на ЭВЭО, начали с автоматическую терапию. И потом мы приехали, как только помогали его специализировать. С целым лианиматологам, которые непосредственно занимаются лечением, у меня вопросов нет. Я считаю, что это так называют понедлежительными врачами, это неправильно. То, что кто-то из присутствующих там врачей изначально был в курсе того, что происходит, я думал, что, скорее всего, так там оно и есть. Ну, учитывая эти факты, которые я рассказал, про то, что тщательно следили, значит, чтобы была фаза реформа. Видимо, потому что боялись, что разнесу дуночную симптомы окружающих, но вот эта история с тем, что закапали тропин в глаза перед приездом немцев. Если не смотришь движения, то мало вероятно, что до совпадения, если не посмотришь, глядь, но я дуночка, когда была копытка. Либо замаскировать миоскартизм с органическими соединениями, либо что немцы признали его транспортабельным. Я думал, что второй вариант, потому что исходно, когда, стало известно, что приезжают немцы, была информация, что они его признают не транспортабельным. А вот сейчас, зная, что это был новичок, можете сказать, могло ли изменить к лучшему состояние Алексея еще в Омске на месте, если бы ему сразу дали атропин или другую дозу, большую дозу вещества? Ну, слушайте, что касается атропина, я не уверен, что если бы там были большие дозы, что это обычно-то принципиально изменило. Из того, что нужно было бы сделать и не было это сделано, это в первые часы дать пандоксин, то, что действительно является антидотом, и который может уменьшиться, вытеснить в 500 раз связь с ферментом. Но его эффективность на новичке не параллельна. Да, то, что он может прополировать, составлять другими арканами фосфатами. Насколько я понимаю, то, что при новичке его эффективность не очень высокая. Немцы потом длили. Такого эффекта не получили, но, правда, и сроки уже достаточно большие. Атропин – это, буквально, что-то называют антидотом, не совсем антидотом. Это препарат, который позволяет купировать жизнеугрожающие проявления отравления арканами фосфатами. Это, в первую очередь, брадикардия и бронхофтазм бронхария. Это может быть, соответственно, сердечно-дыхательная достаточность. И даже, несмотря на то, что использовались очень небольшие дозы атропина, этих симптомов жизнеугрожающих не было. То, что они купировали остальные симптомы, это, я думаю, не имело большого значения. И, в целом, были такие большие дозы атропина, которые использованы при отравлении арканом фосфатами. Это же все тоже пришло не для лечения, для лечения, а для лечения зоны отравления, когда просто концентрация. Отравляющего агента максимально в легких, и тогда очень тяжело купировать низкими дозами бронхофтазм бронхарии. И, в целом, то, что, возможно, большая доза атропина в данной ситуации и больше бредят, потому что атропин сам является достаточно нейротоксичным агентом. И, в целом, я думаю, что многие те симптомы, которые Алексей описывал в своем интервью, когда он выходил уже, связаны не столько с самим мелочком, сколько с используемым большими дозами атропина. Но это мое мнение как не токсиколога. Я не могу сказать, что я являюсь специалистом в лечении отравлений былым. В общем, я советую вам почитать текст интервью. Ссылка в описании. А если хотите еще углубиться в тему, у нас есть целый сайт, где мы собрали все подробности об отравлении Алексея и о том, что было дальше. Храним его для истории. Но моя любимая фееричная часть этого интервью говорил про то, что ФСБшники взломали приложение такси доктора Полупана, и доктор мог наблюдать за передвижением ФСБшника. Вообще, эти парни умом и сообразительностью совсем не отличаются. Вот, например, на этой неделе США обвинило одного россиянина в обходе санкций. Кто-то в США ремонтировал авиационные компьютеры. И как вы думаете, американцы догадались, что на ремонт пришли компьютеры из России? Вы думаете, что это все американская разведка, их шпионы все знают? Все было гораздо проще. На компьютерах был стикер «Собственность ФСБ России». Поэтому и история с такси совсем не удивительная. Мы таких историй помним много. Но нужно не забывать, что они хоть и идиоты, хоть и полные идиоты, но достаточно опасные идиоты. Их много. В их руках сейчас Алексей Навальный. К этому нельзя относиться легкомысленно. И правду это интервью нужно распространять. Это даже не интервью. Это свидетельские показания, которые, я надеюсь, станут когда-то частью обвинительного заключения против Путина. Интересной цифрой на этой неделе поделился секретарь Совбеза Патрушев на совещании по нацбезопасности в Поволжье. Сказал, что в прошлом году в округе стало почти на 40% больше преступлений экстремистской направленности. Преступления эти совершаются в основном в интернете и направлены на то, чтобы снизить уровень поддержки спецоперации. Я считаю, что это в том числе позитивная оценка и нашей работы. Поволжье молодцы, другие регионы пусть тоже подтягиваются. Конечно, те, кто называет войну спецоперацией, будут правильные поступки называть экстремизмом. Но каждый, кто помогает открывать людям глаза на то, что реально происходит, занят очень полезным и очень хорошим делом. Есть надежда, что все это не напрасно. Вот, например, директор ЦИОМа разругал российскую молодежь за то, что она не смотрит телевизор. Он это называет проблемной ситуацией. Но на самом деле это совершенно здоровая ситуация. Это значит, что в России есть большая прослойка людей, не отравленных пропагандой. Это именно те люди, за которыми будущее. Конечно, власть хочет как можно больше людей отправить на войну и задавить все инициативы, которые этому мешают. Например, в Чите военный комиссар призвал привлечь к ответственности организацию призыва «Нет», которая дает призывникам юридические консультации. Но тут даже прокуратура вынуждена была признать, что нарушений нет. Поскольку сейчас близится призыв, очень советую всем, кому он угрожает узнать, на каких основаниях вы можете его избежать. Ну и главный совет, он такой же, как и всегда – не берите повестку. Война – абсолютное зло. Вот смотрите, какая прошла антивоенная акция в Ижевске. 20-летний парень по имени Никита просто взял плакат и вышел с этим плакатом, на котором было написано «Обними, если ты против войны». И вы сами видите, что люди подходят к нему и обнимают. Потом, правда, подошли полицейские, но обниматься не захотели, а составили вместо этого административный протокол. По-моему, очень добрая акция вышла. Она не дает опускать руки. Я хотел бы вас тоже всех обнять, зрителей этой передачи, всех тех, кто против войны. Только перед этим хочу вас попросить поставить лайк или написать комментарий. Это работы для продвижения видео много раз проверяли. И у наших передач много спонсоров. Всем тоже огромное спасибо. И над выпуском работало много замечательных ребят. Список можно посмотреть в описании. А сейчас иду всех обнимать. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok